Возможно, вы что-то знаете. Возможно, что-то станет для вас новым. Они разбиты на несколько групп. Дисциплина, психология. Начнем с банали. Мы рискуем, это условие в нашу пользу. Если мы рискуем и условия не в нашу пользу, мы используем хатч. Торгуйте по плану, но будьте маневренны. Если вы заняли какую-то позицию, но у вас есть четкое видение того, как вы будете поступать, если рынок идет против вас, если что-то существенно изменилось, не влюбляйтесь в вашу позицию, не влюбляйтесь в то, что вы делали до этого, и не считайте, что это местная и правильная позиция. Быстро разворачивайтесь. Если мы применим это к срочному рынку, ликвидность, стоимость шага, все это, собственно говоря, влияет. Никогда не делайте ставку больше того, сколько вы готовы потерять. На срочном рынке вы набраете цифру на рынке. Рынок всегда больше и сильнее. В принципе, я думаю, это должно быть понятно. Никогда не стойте в противовес к рынку. Если вы не думаете, что у меня есть энная сумма денег, я всегда смогу противостоять этому движению, смогу выдержать. На споте, да, возможно, вы что-то можете пересидеть. На срочном рынке это будет быстро наказано и пресыщено другим участникам. Врезайте позицию. Когда теряетесь, стремитесь к большим позициям при противоположной ситуации. Почему так? Если вы открыли позицию и она пошла в плюс, лучше ее наращивать. То есть не делать так, что сразу все из суммы зашли в позицию, потому что зайдя в позицию первой частью, которая принесла вам уже прибыль. Это говорит о том, что вы на верной стороне рынка заходите еще раз. Потому что если после этого начнется снижение, это снижение будет компенсировано тем плюсом, который вы получили раньше. Если вы зашли, рынок пошел против вас, проходите сразу. Потому что начнете ставить еще беды докупанцев, и он их уйдет ниже, ваш беда будет увеличиваться в два раза быстрее. Не рискуйте перед большими событиями. Это уже, собственно говоря, такое личное. Кто-то делает на эту ставку готов рисковать, кто-то не готов рисковать. На срочном рынке я вам рекомендовал снижать объем вашей позиции перед выходом каких-либо данных. И вот перед той статистикой, которую рынок очень ждал, давно ждал. Потому что, как показывает практика, лепидность очень быстро и стремительно падает на срочном рынке. И всегда применяя свои позиции лепидности ежедневно, еженедельно. Но кто как занимает, собственно говоря, мы об этом уже сегодня говорим. Дисциплина. Крутые парни делают стоп-пост. Ну да, наверное делают. Если не практически его ставят, то хотя бы в голове отмечают и железно ему следуют. Почему железно ему следуют? Потому что я, например, больше всего не люблю фразу, да ладно, пересажу, там ничего страшного не случилось, схем не бывает. Докуплюсь еще. Обычно докуплюсь еще, потом заканчивается фразой, зачем мне это сделать. Я думаю, начинать сегодня с анализа позиций это не только залог успеха, а в принципе залог успеха в любом бизнесе, не только на фондовом рынке. Собственно говоря, придя утром, ну, все в зарабочное место, утром посмотрев, оценив ситуацию, будьте маневренным, оценивайте ликвидность, не влюбляйтесь в позицию. Вот на чем, собственно говоря, этот рынок. Ну, оставайтесь выигрышными вариантами, соперничай проигрышные. Да, потому что если вы заняли правильную сторону на рынке, собственно говоря, прибыль заботится сама о себе, рынок двигается, ну, к примеру, вверх, вы в ланге, не спешите урезать. Если рынок двигается, позволяет вам брать эту прибыль, оставайтесь в позиции. Но если вы зашли неверно, закрывайте сразу. То есть зашли частью, 10-20% вы определились суммой для себя, как вам комфортно. Рынок пошел ниже, закрыли сразу позицию, не докупайтесь. Ну, лично я не люблю усреднения, о котором многое уже написано, проговорено, прочувствовано. Усреднение обычно приводит к тому, что вы набираетесь в позицию и оказываетесь за воротом лодку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...